Ну, понятно, что провальная игра, к сожалению, не удалось в какой-то степени достучаться до команды, когда анализировали соперника и понимали, что Сморгонь дома и на выезде это немножко две разные команды. Здесь дома команда играет довольно эмоционально, пускай немного болельщиков, но они искренне поддерживают команду, поэтому в целом по тем моментам при подготовке к игре мы отмечали, что у команды хорошие получаются переходные фазы, то есть быстрые контратаки, есть быстробегущие футболисты, что команда компактно организованно старается обороняться, но при этом есть проблемы в обороне. Вот, но, к сожалению, так бывает, как в сегодняшней игре произошло, что очень сложно исправлять ситуацию, когда она складывается не таким образом, как мы готовились, рассчитывали, да, и естественно, что вроде бы пропустили гол, но пускай пропустили 1-0, еще много времени было играть. Тут вернулись в игру, Володя Хвощинский дожал эпизод этот до конца, и мы сравняли счет. И казалось, что вот в перерыве мы обязаны были какие-то коррективы внести для того, чтобы дальше продолжать нагнетать, скажем так, в обороне соперника, ну и постараться развить свои преимущества. И так часто вот бывает потеря концентрации, нарушение правил, мяч довольно далековато был во фланговой зоне, подача, но, к сожалению, бывают такие ошибки, когда случаются, срезал Саша в свои ворота, но несчастный случай. Понятно, что еще ушли с нехорошим настроением на перерыв, естественно, что времени еще много было достаточно, целый тайм для того, чтобы исправить ситуацию. И вот здесь, конечно, когда уже изначально что-то не идет по плану, не идет таким образом, как мы планировали играть, естественно, что даже в тех моментах, где мы имели голевые шансы, скажем так, забить и сравнять счет, уже получается так, что мяч не идет, к сожалению, в ворота. Поэтому, еще раз говорю, это можно констатировать то, что несчастный случай, в свои ворота забили, парашют залетел, несчастный случай также, но, опять-таки, и у нас мяч не шел в ворота, это следствие того, что все-таки при подготовке к игре, наверное, я не достучался до конца ребят, в том плане, что Сморгонь довольно серьезная команда, особенно в домашних матчах. Поэтому, ну, заслуженная победа Сморгони, надо признать, надо это поражение принять, оно болезненное, оно неприятное, и понятно, что надо сделать вывод и идти дальше. Борьба еще вся впереди, сейчас наступает непростой период, сейчас кубковая игра, затем игра чемпионата, вот, поэтому график сложный, сейчас только надо восстанавливаться и это поражение проанализировать, и, конечно, как говорится, пройти его, пережить все вместе, проанализировать, только в этом плане команда и проявляется, когда в таких случаях способность подняться, да, сегодня болезненно, но надо уметь подняться и пойти дальше, еще вся борьба впереди. Поэтому в этом отношении поздравляю соперника с победой. Ну, давайте так, сейчас пока рано заглядывать в таблицу, да, понятно, что мы со старта лидировали в чемпионате, сейчас вот случилось так, что мы, наверное, на вторую строчку опустились, да, Гродно сейчас на первом месте находится. Ну, понятно, что вся борьба еще впереди, и сейчас какие-то стратегические по турнирной таблице делать выводы далекие, да, не стоит. Просто нужно уметь выйти из этого положения, скажем так, профессионально, грамотно, без эмоций, и пойти дальше, делать свою работу и делать ее качественно для того, чтобы дальше двигаться. Еще раз говорю, вся борьба впереди, и никто не говорил, что нам будет легко. Вот и сегодня, еще раз говорю, наверное, это какая-то наука и какой-то сигнал команде, нам, тренерскому штабу, чтобы понять, что против Динамо будут выходить, биться с удвоенной энергией, как сегодня это показало Сморгонь. Еще раз говорю, Сморгонь набрала до этого, по-моему, 12 очков, и все это были победы, домашние победы. Поэтому об этом говорилось, об этом показывали даже те моменты, где Сморгонь добивалась побед в домашних матчах. Еще раз говорю, и, к сожалению, стандартные положения, сильная сторона, где есть несколько ребят, и Дукса в том числе, которые умеют хорошо подать, да, и целенаправленно. Плюс быстрые атаки через фланговых атакующих игроков. И во втором тайме понятно, что Сморгонь уже понимает, что мы пойдем большими силами вперед, и эти контратакующие выпады были очень опасны. Ну, нам уже пришлось рисковать, потому что проигрывали 2-1 сначала, конечно, хотели более целостно, скажем так, еще сравнять счет, но времени мало оставалось. Ну, а затем, когда счет стал 3-1, ясно, что уже пошла игра на встречных курсах, и здесь как у нас моменты были, так и у Сморгонь достаточно много. Поэтому еще не буду много говорить, скажу, что победа хозяев заслужена. Сергей вернулся с повреждением со сборной, к сожалению, да. Сделали МРТ, обследование, и показалось, что есть небольшое повреждение икроножной мышцы, поэтому, ну, слава богу, несерьезное настолько, чтобы там надолго это Сергей выпал, но все равно это не позволило ему не тренироваться. Вот после первой игры в сборной, во второй игре вроде бы Скосова он был в запасе, ну, понятно, что у него были ощущения, поэтому уже сборная игра Лоскос с Израилем 16-го числа, это сегодня уже 9 дней, поэтому ждем, что, может, через 5-6 дней он уже, возможно, начнет тренироваться. Хотелось бы, чтобы как можно быстрее он вернулся в строй. Ну, а по Саше Сачивко, то, скажу так, что он с нами работал в этой паузе международной, и просто хороший был микроцикл, где мы серьезно готовились, тренировки были интенсивные, поэтому почувствовал также небольшое, скажем так, ощущение в паховой области, поэтому не стали рисковать его здоровьем. Понятно, что в этом сочетании защитников сегодня мы впервые сработали, но, опять-таки, ротация футболистов, у нас должны быть способны все ребята использовать свой шанс для того, чтобы добиваться результата, для этого и есть команда, скажем так, у нас балансированная по составу и достаточно много квалифицированных футболистов. Но, к сожалению, еще раз говорю, сегодня вся команда не заслуживала положительного результата, это связано с тем, что соперник просто здорово выглядел сегодня.